Санитарный катер Росприроднадзор уже далеко от пристани и постепенно набирает ход. От Ломоносова до нового порта, если по прямой, всего несколько миль, но дойти туда целое искусство. Капитан совершает крюк и останавливается на середине, ждет лоцмана, то есть проводника. Без него водная гладь превращается буквально в минное поле. Бронка еще не открыта и глубины этого места официально не определены. Вот сейчас он состворится и у него ловите створ. Извилистыми путями медленно судно Росприроднадзора приближается, но не к самому порту. Их интересует эта платформа и насколько безвредно земляной экскаватор вычерпывает ил со дна. Финский залив сегодня штормит. Конечно, это дополнительные хлопоты, но специалистам Росприроднадзора это совершенно не мешает, потому что на той глубине, на которой мы сейчас, волны не сильно мутят воду. И она примерно такого же цвета, как в обычное спокойное время. Работу на платформе, судя по флагам, проводят совместно с немцами. Миллиметр за миллиметром углубляют проходной канал для большегрузов. Аккуратно, будто рыбу не хотят потревожить. Но это непрофессиональным глазом. Специалисты уверяют, такие работы совсем безболезненно не проходят. Но в этом случае ил опускается на дно. Безвредного воздействия не бывает на самом деле. Но оно должно быть в тех пределах, которые были прописаны в проектной документации, и которые прошли государственную экологическую экспертизу. То, что уровень загрязнения нормальный, специалисты определяют на глаз. Пробы воды брали в прошлый свой приезд. Строящийся объект непростой, и потому инспекции надзорный орган проводит несколько раз в год. Но финским соседям и без того. История с портом кажется мутной. В прошлом году били тревогу, что шлейф ила дошел и до них. По снимкам из космоса, которые финские общественники предъявили представителям Ибронки, и в надзорные органы, след замутнения якобы доходил до границы с республикой Финляндией. Замутнение, которое наблюдалось, оно предусмотрено проектом. То есть это часть технологического рекламента, без которого невозможно произвести дно углубления. Впрочем, сейчас уже все улеглось, кроме песка у Бронки, конечно. Эти работы – последний этап строительства, и завершиться должны с приходом зимы. Так что ждать прояснения вод рыбам осталось совсем недолго. Антон Зыков, Станислав Субботин и Александр Гусев, НТВ, Петербург.